На ежегодном митинге, посвященном Дню памяти воинов-интернационалистов, собрались сотни брещан. Участники военных действий, боевые товарищи, кадровые офицеры. Испытание 32-летней давности ими уже давно пройдено, но боль в сердце не утихает до сих пор. Трагические события 80-х сохранили глубокий след в истории белорусского народа и отдельных семей. В пламени Афгана оставили свои жизни порядка 800 белорусов. Около 127 брещен и потеряли любимых мужчин. Уже десятки лет в этом замечательном, уютном месте нашего города, в этом географическом центре города, мы проводим один и тот же ритуал. В день вывода войск из Афганистана мы вспоминаем тех ребят, которые отдали свои жизни в этой войне. Мы вспоминаем и благодарим тех, кто сегодня с нами. И я уверен, что так будут продолжаться еще долгие-долгие годы, потому что абсолютно и очевидно истинно, что война следующая начинается тогда, когда забывается прежняя война. И наше дело не забывать те события, которые прошли уже достаточно давно, более 30 лет назад. Да, сохранить память о тех страшных событиях – долг каждого из нас. Война, которая длилась вдвое больше Великой Отечественной, навсегда останется в памяти не только участников, но и тех, кто родился и живет в мирное время. Мы счастливые люди, потому что наша республика Беларусь в лице нас, воин афганцев, имеет, по сути дела, последнее военное поколение. У нас не появляются новые ветераны войны. И наша общая с вами задача, чтобы это было всегда, чтобы наша страна была миролюбивая, чтобы город был ярким и просветающим. Цветы к памятному знаку возлагали большими колоннами под звуки торжественной мелодии Духового военного оркестра. Дата 15 февраля, несмотря на прошедшие годы, по-прежнему отзывается болью в сердцах, особенно у женщин. На церемонии, посвященной 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, впервые вдов практически не было. Я пришла сюда, поскольку они не могли прийти из-за пандемии, и возложила розы от всех наших женщин. Я очень благодарна нашему городу за такое внимание. Они все время нам оказывают всякую поддержку. У меня мой муж был в Афганистане больше, чем положено, потому что при выводе я была сама в термезе, когда были выведены войска. Я видела, как выходили люди, как они плакали, как они поминали. Сильные мужчины, которым пришлось преодолеть немало трудностей на войне, а после вернуться и пытаться жить дальше, держа в груди боль утрат, лишь иногда, роняя скупую слезу, вспоминая о прошлом. Сюда я прихожу с чувствами, ну как сказать, чувства воспоминания, чувства долга, чувства патриотизма, потому что было тяжело. Многие мои друзья в России, мы с ними переписываемся, встречались в Витебске в прошлом году на юбилее 350-го полка. Приехали практически все мои ребята, которые служили в возводе. Вот, было очень приятно. На той войне у нашего солдата советского, я служил срочно, проявляли самые, скажем, лучшие качества воина. Дружба, товарищество, взаимовыручка. Можно сказать, всегда он был готов пожертвовать ради того, чтобы спасти товарища, собой, закрыть грудью командира. В данный момент, конечно, приходим к памятнику с той целью, чтобы никогда не забыть наших товарищей. Кто не вернулся с этой войны, помнит всегда о них. В Бресте про войну в Афганистане знают и помнят, и не только участники. Минуло 32 года, однако память о подвиге советских солдат до сих пор живет в сердцах. Ирина Кузьмич, Андрей Ищерба, Александр Макаревич, Трекомпания УПК-ТВ.